Чем занимается грумер? Почему привлекательна работа журналиста? Как стать хорошим фотографом? Где выступить музыканту в нашем городе? Эти и другие вопросы задавали ученики 13-й школы своим гостям, приглашенным специалистом в рамках проекта «Билет в будущее». Ребята смогли познакомиться с широким спектром профессий и понять все плюсы и минусы той или иной работы. Нам очень хочется показать спектр пошире, чем в нашем городе, потому что кажется, что в нашем городе градообразующее предприятие и можно работать только там. Нам бы хотелось показать, что это не совсем так и у нас есть где интересно. Валерия первый раз участвует в этом проекте. Девочка с интересом окунулась в мир творческих профессий, слушала, задавала уточняющие вопросы. Она учится в седьмом классе и считает, что уже пора задумываться о выборе жизненного пути. Подобные проекты, по ее мнению, нужны ее ровесникам. Скорее всего, для того, чтобы будущее поколение не шло по шаблону, то есть юрист, программист, экономист, юный бизнесмен, например, выбирала больше то, что ему больше приглянется, например, ветеринар, врач, тот же репортер, фотограф. Большой интерес у детей вызвала профессия грумера. Этот специалист занимается стрижкой домашних животных. Алена Гончарова рассказала школьникам о тонкостях этой работы. Грумер-профессионал способен не только подчеркнуть привлекательность питомца, но и избавить его от ряда неудобств, провести профилактику неприятных заболеваний. Но далеко не все могут стать хорошими специалистами в этой области. Эта профессия подходит людям, которые безгранично любят животных, то есть которые имеют королевское буквально терпение и которые готовы отдавать все сердце им для того, чтобы повысить их качество жизни. Проект «Билет в будущее» не закончился на этом этапе. Впереди у школьников поездка в Нижний Новгород, где они продолжат знакомство с миром профессий. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.